это вчера я сделал себе чайку сижу работаю за компом за моим старым макбуком слава богу что я новый макбук купил и короче звонить телефон у меня телефон стоял на зарядке я его задеваю локтем ну я поворачиваюсь так и задеваю локтем чашку чая которая возле компа стояла чашка пикирует вниз ну соответственно опрокидывается чай выливается полностью на клаву макбуках и вокруг начинает капать на пол я быстро за макбук в сервисе отвожу я сразу его пытался выключить но он уже не выключался в сервисе сказали слава богу что вы его привезли прямо сейчас потому что чем дольше вы бы тянули тем хуже было они сразу отключили аккумулятор ну и жду сколько мне озвучит ремонт как то она интересно складывать слава богу у меня есть этот компьютер который нормально позволит работать а так бы я не знаю что делать просто пятница вот я компьютер отдаю и все на все выходные его у меня не будет лучшем случае в понедельник не его отдадут кстати обзор этого прелестного могу про 16 дюймов 2021 года на канале уже был по ссылочке в описании забрал я мак с ремонтом не ребята позвонили говорят ну это вам бы обойдется 9-10 тысяч гривен чтоб его восстановить залилась стриппад залилась клавиатура нужно паять ну или мы можем выкупить у вас за три с половиной четыре тысячи гривен не ребята давайте я все-таки заеду за ноутбуком и повезу его в другое место приехал же к ним забрать он собственно забрал ну говорю 9 я не готов за него отдать чтобы на починку я отвезу в другой сервисный центр так ему сказал не реток и без проблем вот потому что я говорю так что там на тракпед меня там еще и тут они начинают говорит ну вы знаете может тракпеды не надо менять как вы озвучили стоимость понятно ребятам выгодно его починить и продать потому что такой макбук до сих пор стоит 25 тысяч гривен бэушный бэушный на секундочку а это топовая комплектация макбука я писал о нем статью можете почитать но не вряд ну поймите что мышь не можем вам четко сказать сколько будет стоить сначала нужно с платой разобраться так чего вы говорите если вы не уверены в своих словах мол если мы скажем 3 а по факту обойдется 9 и шо вам говорить потом что 9 не ребята не так это работает нужно исследовать мак провести его диагностику и сказать четко сколько это будет стоить а не так что ну за 10 окей хорошо при этом вы не знаете что нужно делать не ну так это может быть нормальный смысле так а за что деньги платить я не могу понять вот этот сервис честно но вот после этого разговора я еще думал может действительно им оставить там за за эти деньги они там сделают но после таких разговоров не я поеду в другой центр я не буду называть что это за центр все-таки каждый зарабатывает как может сейчас как говорится да и может там действительно работы много я не знаю но меня вот смутил вот этот факт что они не знаю за что не берут деньги ну может он там и нормальный так смысле так если он нормальный чтобы не озвучиваете а я уверен если они озвучат 9 а по факту выйдет 4 они не скажут слушайте вышло дешевле нет никто так не скажет все себе в плюс всегда работают ладно я еду в сервисный центр а там этот маг посмотрим что они скажут еще один сервисный центр достаточно популярный что ребят отвез я маг сервис сегодня завтра посмотрят и завтра уже перезвонят сказали с каким-то вердиктом посмотрим сколько будет стоить его починка в этом сервисном центре диагностика здесь тоже платная она стоит 200 гривен но она входит как бы в стоимость ремонта по сути если и ремонтируем она выходит бесплатно как то так все равно входит стоимость ремонта посмотрим сколько озвучат эти ребят ну что оживили мой маг поставили все новенькое я за это заплатил 8500 гривен вместе с доставкой плюс мне поменяли динамик он не работал его полностью заменили поставили оригинальный то есть как вы понимаете намного дешевле чем было бы там где мне только за 9 10 предлагали посмотрим сможем ли мы что-то сделать ребята сделали единственное что я вот заметил тут другая клавиатура она звучит по-другому помните я делал видео как звучит клавиатура на старом маке так вот это другая клавиатура да и на новое и заменили но она клавиши по-другому звучат я звоню и спрашиваю в чем дело мне говорят мы не знаем нас на комплектации привозят именно такие клавиатуры на ремонтный сервис наш и других нету то есть если вы хотите полностью идентичную той которая у вас была если вы говорите что они отличаются это вам нужно покупать душный мак и просто переставлять клавиатуры 15 год но реально мне за той клавиатурой было работать намного намного лучше чем за помененной вот этой она просто в руках оживала не знаю как вам передать она просто другая печатная машинка да но она настолько классная что просто не хотелось я даже поэтому не пересаживался за новый макбук предпочитая все-таки тексты некоторые набирать на старом но после того как клавиатура здесь уже другая однозначно уже буду переходить на новый понимаю в чем дело но не так классно звучит как прошло клавиатура это одно из что мне безумно нравилось в маке 15 но мне тут поменяли все и подсветку и трекпад и клавиатуру полностью все заменили на этом затопленном маке но зато его полностью реанимировали и теперь я могу работать на двух маках и намного дешевле получилось прям ням 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 очень я вообще чистый творог не люблю ну его вкус мне не нравится этот прям сильно вкусно это тот который мы купили в гудвань из топленого молока вкусно да он как будто карамельный как будто прикус ряженки имеет вот и очень приятный вкус он такой маслянистый немножко жирненький классно ну что попробуем хваленый творожок ну такой шоколадный интересный вот такой венчик берите к стейкам не пожалеете и из грибы грибы вообще супер бит стейк шераз вино заценили все всем очень понравилось к стейкам смакую подумаешь Дианка тут плачет ревет а мама делает так что ты не кричишь так классно кричала на всю квартиру ты нас снимаешь смешная мама да умеет кричать еще ребята вам хочу порекомендовать вино которое очень нам понравилось это сад барон красная тоже шераз вот так это выглядит очень очень заходит к мясу и вообще просто заходит червоне полусухое то пациентов шераз смак соковытый фруктовый с приемным солодким танинами аромат с нотами ажины фруктового джему белого шоколада то ванили 4 месяца в дубовых бочках могу смело вам рекомендовать мы даже взяли две она стоит в районе 320 гривен ну плюс-минус можете в интернете принципе загуглить найти цену которая вас устроит но вино очень прямо сейчас пойдем буду показывать настюхе playstation настюша давно спросит и она уже доросла я думаю для того чтобы вот это вот пыльная штука настя поняла что это такое а принеси мне тряпочку насть надо ее протереть но я ее давно не включал вот тут надо протереть надо намочить тряпочку настюш подожди одну какую-то намочи принеси давай а тут hdmi кабель кстати он у нас здесь есть вообще планировалось что hdmi кабель будет отсюда вылезать но увы он с этой стороны разъемы у телевизора и немножко не предусмотрели лучше когда делайте ремонт видео нашем ремонте уже было очень много раз вами посмотрено если еще не видели по ссылочке в описании подсказки выше будет весь плейлист по ремонту делайте дизайн для того чтобы вот эти штуки фиксить в чем технический дизайн тряпочка намочена протираем playstation джойстики принесли пожалуйста и проводки спасибо ките смотри теперь джойстики надо будет их заряжать они подключаются к playstation лишь смотри это штучка включается вот сюда и вторую подожди вторая включается тут есть соответствующий разъемчик включая сейчас нормально все подключила молодец теперь мы это включаем в розетку а тут мама все розетки пера это вот дианки закрыла а просто так не откроешь нужен ключик чтобы их открыть что мы будем с насти делать мы я и покажу игру который у меня детская есть для детей называется little big planet смотрите вот этот ключик который должен открыть эту штуку что он реально ломается как мы его откроем что за дичь о достал это было сложно так теперь включить телевизор так телевизор я включил сейчас будем устраивать он сразу подхватил джойстики чтобы их включить нужно нажать на эту кнопочку надо сейчас пойти и посмотрите где он где у нас эта игра на игра у нас где-то где-то я очень рассчитывал и сухие планы вот все я нашел есть морфл комбат тоже покажу и планы вот little big planet нам подойдет тут какой то диск есть тоже здесь у нас идентификация кто не видел фильм идентификация посмотрите очень хороший вы будете поражены такой развязкой которая там а сейчас little big planet смотри оп зашел включаем пульт и сейчас смотри на экране появилась little big planet игра и она ошибка чего она с ошибкой подожди не знаю настюха вот little big planet включаем смотрим еще раз ошибка в чем дело не знаю может что-то с диском случилось он поцарапался надо его тоже протереть пишут даже он написал что диск поцарапан может быть а тут действительно вон не совсем видишь тут такая я тут не играл и давно не использовал видишь тут какой-то пятен плохо потому что я рассчитывал что все таки он будет работать ну попробуем на mortal kombat конечно но это для насти будет не совсем интересная игра эта игра тоже не совсем детская конечно но может я тебе хоть просто покажу что такое игра да чтоб ты понимала это бои вот видишь это запустилось какая я выбираю два игрока чтобы с тобой вдвоем играли да смотри можно выбрать какого-то персонажа себе за которого ты будешь играть я например выберу джокера а ты вот смотри бери пульт вот этим бегать смотри ты бегаешь и вон меняется герой это супермен супермена хочешь вот это подтверждает я джокер а ты супермен да будем с тобой драться ну такая игра это бои в этой игре нужно драться смотри в каком мы красивом месте с тобой будем драться вон ты там я тут а ну давай пробуй вон ты супермен вот так ты умеешь еще как а ну-ка ко мне подойди а я вот привет ты можешь драться кнопочки нажимать видишь я так могу тебя бух бух вот эти кнопочки ими можешь играть оооо ты меня бабахнуло ногой а ну еще раз ооо рукой бабахнуло а ну-ка да нравится Настя супермен Ого, давай Настюха. Смотрите, аж поднялась, мы тоже так делали. О, у нас время закончилось и я победил, но второй раунд. Отдаётся, видишь, всего 90 минут, секунд. Надо до этого времени выбить кого-то. Бах-бах. Ого, ты не будь. А я вот так тебе. Бумбочку тебе. Вот так тебе. Бумбу. Да, у тебя другие способности есть. Хочешь, покажу? А ну-ка, давай посмотрим, что Супермен умеет. Вот видишь, лазером. Видишь, это всё комбинации. Тут можно как-то комбинации делать специальные. Ой, ты выиграл. Ты выиграла. Выиграла. Ты выиграла. Молодец. Вот такая игра. Ещё раз. Тут разные персонажи. Да, заморожен тебя. Какая ты красавица замороженная. Настя уже нормально играет. О, как я сам себя заморозила. Да? Ого, как ты только что сделала. Класс. Молодец, Настя. Молодец. А я змейку выпускаю. Комо хе-е-е. Комо хе-е-е. А морозить тоже сейчас научу. Смотрите, прикол. Включаешь, выключаешь, а свету пофиг. Он горит и просто горит. То есть, мы настолько крутые, что нам не только не выключают свет, а и постоянно горит этот свет. И что делать? Надо только раскручивать вот эти вот болты, отсоединять питание и заказывать новую штуку. Получается так. Другого выхода нет. Ну или кнопку чинить. Ой, плохо. Китайский светильник. Я уже думал, что делать. Я нашел отдельный у нас автомат, который выключает освещение в спальне. Автомат номер 15. Кому интересно? Но! Что произошло? Я уже пишу жене, что мол, завтра буду разбираться, откручивать этот выключатель. И захожу, нету света. Подхожу сюда еще раз, нажимаю включить, выключить. И он чинится. Смотрите. И он снова работает. Мистика, магия, елки-палки. Вот это да.